Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.07 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает первый секретарь Кировского горкома КПРФ, депутат УЗС 5-го созыва Марина Сазонтова. Марина Сергеевна, добрый день. Добрый. Я бы хотела, прежде чем приступить к череде вопросов, которые специально приготовила для нашей программы, предложить вам поучаствовать в проекте, который затеял Лавиатский государственный университет по сбору мнений горожан, жителей города Кирова, по удовлетворённости проживания в этом городе, различных аспектов. Эта анкета размещена на сайте ВИАДГУ. И целью этой анкеты является выявление реальной картинки того, как горожане чувствуют себя в этом городе. Как вы считаете, вообще инициатива полезна? И станете ли вы в этом деле участвовать? Ну, я всегда за то, что, так сказать, инициативные люди, и инициатива – это всегда в большинстве своём неплохо. Но вот если даже выйти сейчас на улицу и спросить, вот вы знаете, что такой есть опрос, и вы можете в нём поучаствовать, но, наверное, процентов 90 скажут, где, когда и что. Главное, чтобы это не превратилось, как у нас проводится порой публичное слушание, приходят далеко не те, кому там нужно бы быть, потому что или времени удобно, или ещё что-то. Поэтому, насколько это будет высок КПД этого опроса, я пока не могу ручаться. Вы сами поучаствуете? Поучаствую ли я? У вас теперь есть эта информация. Ну, может быть, я и поучаствую, как член Совета Дома и член ТСЖ. Так сказать, это уже обязывает участвовать. Но, наверное, нужно будет подключать и членов Совета Дома и жильцов. Но информацию об этом я от вас услышала первый раз. Ну, сегодня мы нашим гостям, которые были во втором части дневного разворота, из городской администрации, Дмитрию Печёнкину и Алексею Ишутинову, предложили разместить этот вопрос на сайте администрации, это как-то оповестить горожан, для того, чтобы всё-таки выборка была репрезентативная. Есть надежда, что мы получим результат, но не меньше, чем при голосовании за 30 скверов, когда 12 тысяч человек проголосовало. И тогда, наверное, это будет эффективно. Ну, 12 тысяч, это, конечно, всё равно не тот. Я могла бы сейчас сошла сюда и так прикидывала. Мы как-то всё во след бежим. После того, как точечная застройка у нас там, да, кругом, так сказать, всё. Ведь дом никто не снесёт, который вот во дворе, тут тебя в нескольких метрах от окна в окна смотрят, правда? Поэтому какой уж тут комфортный среда. Нету чёткого планирования, что мы должны жить. Вот в Тольятти, где, в Новой Тольятти, там всё продумано. Воздух и достаточно сквера, и всё. А тут мы просто уже во след бежим. Как выживать? А, как выживать. В таких условиях. Как выживать в таких условиях. И в связи с этим хочется перейти как раз к вопросу о наших новых руководителях города, Елене Ковалёвой и господине Илье Вячеславович Шульгине. Во-первых, про Елену Васильевну хотелось поговорить. Может быть, вы ознакомились с материалом. Вам ссылку на этот материал я посылала, и мы его обсуждали в нашем эфире. Материал, который подготовили наши коллеги с портала «Свой Кировский», где эксперты кировские давали различные прогнозы на будущий, уже на нынешний 2018 год. И там Николай Голиков, наш коллега, журналист, сказал, что в декабре следующего года мы проводим на пенсию нашу новую главу города, Елену Ковалёву. Он прогнозирует, что Елена Васильевна выйдет на пенсию в декабре 2018 года, и её место наконец-то займёт Валерий Крепостнов. И резюмирует, что таким образом мы получим постоянного и истинного главу, который сейчас, видимо, такой, не знаю, подтекст у Николая Голикова, который и сейчас серьёзное влияние оказывает на развитие нашего города. Как вы к такому прогнозу относитесь? — Ну, я вообще к прогнозам отношусь очень скептически, потому что прогнозируют у нас все, кому не угодно. Я на кофейные гости гадать не люблю. Проще спросить Елену Васильевну, а вы не собираетесь ли на пенсию? Она, наверное, ответит, какие у неё планы на этот счёт. А то, что в статье там приписывают, да, там у неё возраст, какие-то льготы. Дело в том, что ограничение, по-моему, сейчас до 65, Елена Васильевна может ещё 10 лет работать, если там будет продолжение. Поэтому на кофейные гости я гадать не буду. Так можно говорить, что сейчас там Васильев больше года тут не проводит. Почему бы, например, Кипостнову не претендовать на губернатора и так далее. Это всё, ну, взвешенность, так сказать, такой, взвешенная информация, на которую, я считаю, не стоит обращать внимания. А по вашим ощущениям, по вашим ощущениям, всё-таки, Елена Васильевна человек очень деятельный и достаточно жёсткий там в исполнении своих решений, да, в проведении их в жизнь. По крайней мере, так кажется. Как вы думаете, она всё-таки в ременчиках на этом месте или у Елены Васильевны планы? Давайте её спросим. Саму, я думаю, проблемы нет. Елена Васильевна на контакт идёт нормально. Ей, наверное, уже бывала здесь у вас. Елена Васильевна бывала и ещё обещала прийти как раз в январе. Да, давайте и зададим такие вопросы. Ваше личное тогда отношение к нашему мэру вот на этой должности? Знаете этого человека? Знаете её как профессионала? Есть ли у вас какие-то планы, надежды? Да, когда в законодательном собрании решали вопросы с Еленой Васильевной, как профессионал, да, она работала и ВКонтакте, слышала, пусть не все вопросы. Я бы ушла именно от конкретного, так сказать, да, вот персоны. По-другому, я противница того, что у нас при, так сказать, положительных голосах 19 депутатов уже становится главой города. Может быть, и вспомнить Ленина надо, когда он, вот как журналистскую работу мы его изучали, что делать, выборы конкретного человека на конкретную должность с участием всех членов организации или нет. Мы выбирали напрямую главу. Это было солидно, это было почётно, это была ответственность. Вы считаете, что нужно вернуть прямые выборы мэров? Я считаю, что нужно вернуть. И двоевластия не должно быть, как мы сейчас делим. Один администрации, там глава и так далее. Некоторые районы от этого отходят. А так, ну, с кого спросить? Один на другого может, так сказать, кивать исполнение. Поэтому я считаю, что в этом отношении больше ответственности. И вот не будет тогда гаданий, ой, вот она уйдёт, а вот этот займёт, он уже там сидит и так далее. Понимаете, это подковёрные игры. Они не вызывают доверия всех жителей к тому, что происходит. Они между собой там что-то делят, а мы-то здесь при чём? Выбирали как губернатора на определённый срок. Да. Ну, кстати говоря, референдум по этому вопросу, вернуть или не вернуть с прямой выбором мэров, предлагали провести на ближайших выборах в президенты, да? И говорили даже о том, что подобный референдум значительно поднял бы явку. Как вы думаете, эта идея ещё может всплыть? Идеи могут всплывать. У меня подозрение немножко на другое, потому что команда дана, да, там явка, по-моему, не менее 70%, что это вызовет и как проголосуют явившиеся дополнительные, как их поднять. Если вы заметили, значит, по переименованию города в очередной раз, значит, перед выборами закручивается. Тут у нас Мень обозначился, что нужно вот опрос провести, так сказать, референдум по выборам. То есть идей-то очень много. И теперь, значит, кто перетянет, что вынести, чтобы народ завлечь? Завлекут ли людей тем, что выборы прямые? Я думаю, не очень. Референдум, ну, кого-то поднимет. Ну, вот если, может быть, всё это в кучу что-то придумают и вытянут, так сказать, с дивана, с кухонь наших избирателей, чтобы они 18-го пришли. То есть вот, по крайней мере, инициативы, которые сейчас появляются вдруг. Вам понравилась инициатива конкурса в Инстаграм? То есть сними себя на избирательном участке, выложи это в Инстаграм и получи путёвку в Сочи. Сегодняшнее буквально. Вот это ещё не видела, конечно. Ну, да. Знаете, кто меня похвалит лучше всех, тот получит большую конфету. Помните мультфильм такой или уже ваше поколение? Конечно, я помню, прекрасно. Так что у нас эти большие конфеты сейчас все готовят, как заманить, вместо того, чтобы был порядок. Ну, знаете, путёвка-то, может быть, одна. Это как стадо бежит, ему показывают. Вот морковка есть, да? Но морковка-то одна. Но всё-таки приоритет на что? Создать такой антураж? Могу сказать, да. Буквально вчера, по-моему, тоже где-то выложено в информационных, смотрела я в сетях, кто-то закупил, по-моему, 100 этих билетов. Рассказывали, 2 миллиарда разыгрывали какой-то лото, там, государственный, да? Он вложил 10 тысяч, 5 тысяч выиграл. Так что теперь, говорит, могу эти билетики продавать и хоть за счёт них выручить. Это вот ответ на то, что вот прикорм, как есть у рыбаков, например, да? Чтобы рыбка лучше ловилась, но рыбку-то потом съедают или кидывают. Это Марина Сазонтова и её «Особое мнение». Мы слушаем через полминуты снова в студии. Остальные себя не защищали. Продолжаем разговор с Мариной Сазонтовой. Это её «Особое мнение» вы сейчас слушаете. Марина Сергеевна, первый секретарь Кировского горкома КПРФ. И хотелось бы как раз, в том числе, к партийным делам перейти. Ну, естественно, нашумевшее выдвижение в кандидаты в президенты Павла Николаевича Грудинина обсуждается и, видимо, будет ещё долго обсуждаться. Для вас самой, вот как члена партии, было ли такое решение партии неожиданным? — Я вам скажу ещё более подробно. Я делегат этого 17-го съезда КПРФ. — Где выдвигался Грудинин. — Да. И я очень надеюсь, что нам не стыдно было возвращаться с этого съезда. Вспоминая, когда 28-й съезд из этого серого здания отправляли делегацию Кировской области, и все коммунисты требовали, это был июль 90-го года, немедленно снимать Горбачёва. Немедленно. И как бы там развернулись события. Тем не менее, съезд там большинством, так сказать, Горбачёв остался, и что получилось, из этого все мы знаем. Это вот ещё раз говорит о системе выборщиков. Хотя партия себя пыталась защитить. Решение. Да, здесь, может быть, неоднозначно в том плане, что Зюганов, ну, приписывает, он достаточно энергичный человек и грамотный, и сильный. Ведь это он партию, в общем-то, сплотил, и то, что она, вопреки очень многим, где там партийки, которые ушли. Но то, что рядом из коммунистов, вот, не оказалось сильной личности, но они сейчас подрастают, так что у нас не за горами там и преследующие выборы. А это кандидатура, которая, в общем-то, устроила, когда всё говорят, что одним не победить надо идти, со сторонниками. Я думаю, это вариант. И то, что реакция такая на Грудинина, да, там не ожидали, да, там шумят, и так сказать, теперь пытаются что-то ещё найти. Я запомнила другое. Вот когда он выступал уже после выдвижения и голосования, что да, делегаты его поддержали, он сказал, поверьте, вам не будет стыдно за меня. Ну, а что вы хотели, чтобы он сказал, что будет стыдно? Я не уверена. Я не думаю, когда, ну, вот такой человек. Наивность я не хочу проявлять, потому что тоже достаточно человек неверующий. Но, по крайней мере, по его действиям, по делам, что ему удалось? Он говорит, мы зарабатываем все те же самые деньги, что и все остальные, только остальные кладут их в карман, а мы вкладываем в развитие. Он имел в виду свой собственный бизнес? Бизнес, от которого выигрывает всё предприятие. И если говорить о тех, кто там живёт, вот мы встречались и бывали там и видели, да, то тут нельзя быть организованным, когда тебе все, так сказать, должны отвечать по-солдатски. Так, там всё хорошо и так далее. Мне это больше напомнило всё-таки Беларусь. Вот я хотела как раз сказать, у нас будет свой... Когда говорят, ну что там колхозник там и так далее. Так вот многие и сейчас наши, да, граждане заявляют, да и бы к нам бы такого председателя колхоза, который сможет быть действительно хозяином для... И, так сказать, отцом родным, как батька зовут, да, Лукашенко. Это агрогородки. И когда сегодня по сельскому хозяйству пытаются кому-то что-то там вложить и так далее... Но давайте спросим, многие ли желают, даже если там 40 тысяч у некоторых доярок... Шулаев, по-моему, вот рассказывал, до 40 тысяч зарплаты доярок, операторов машинного доения. Далеко ли все будут рваться на такую зарплату, зная, что ты тут в резиновых сапогах, ты должен там... Ну, условия разные, так сказать, в большинстве это ферм. Я не беру те, которые уже, так сказать, держатся и построили. А там это, как обычно, восьмичасовой рабочий день, и когда та же доярочка идет спокойно на шпилечках к своему дому. И это не придумано, это мною видено. То есть он вас впечатлил? Вы знаете, меня трудно сказать впечатлить, потому что Горбачев у нас тоже многих впечатлил, чем это кончилось. Журналистика, она все-таки позволяет немножко в людях разбираться. У меня нет эйфории. Но я считаю, при всей нынешней ситуации, это, так сказать, хороший шанс. Ну, какой мы имеем в виду? Второй тур, и, по крайней мере, кое-кому одуматься, что нельзя до бесконечности поступать со своим народом, так со своей страной. Кое-кто это Владимир Владимирович Путин. В том числе и Путин. Ну, ведь там же еще, так сказать, сегодня, посмотрите, по-моему, 35 выдвинулось кандидатов на это, да? И, в общем-то, это власти очень удобно. Чем больше этих кандидатов, тем больше растягивания по процентику, и кто-то чуть побольше наберет, и вопрос решен. Поэтому все, кто пытается что-то из себя изобразить, а за ним, в общем-то, никого нет, чисто вот, ну, как для понтов, по-моему, молодежь, да, говорит, вот, это идет на руку властям, нынешней власти. А вот выдвижение Павла Грудинина как-то привлекло сторонников к партии здесь, на месте, в регионе? Стали люди приходить? Привлекло, и звонков много, во всяком случае, и пошло очень интересно, некоторые говорят, вот, знаете, долго думал, вот сейчас решил в партии восстановиться. Именно из-за того, что Грудинина выдвинули? То, что партия нашла такой шаг, да, не пошла по пути, когда, извините, у нас 70-е, там, начиная 80-е годы, генсеков вперед ногами выносили, да, и это для партии было, в общем-то, очень фактом отрицательным. И то, что вот сегодня на такой, да, кто-то говорит, надо было коммунисты и так далее, но тогда, где мы говорим о единении, так сказать, объединении усилий, если мы хотим действительно что-то исправить, а не просто помелькать как кандидатом президента и ничего не сделать. Возвращаясь к звонкам, которые, вы говорите, сейчас поступают в отделение КПРФ Кировское, то есть больше людей стало звонить для вступления в партию или просто со словами поддержки? Разные звонки, да, кто-то как раз в поддержку, что вот не ходил, но, пожалуй, сейчас пойду. Голосовать. Да, этот, значит, вариант по вступлению. Я не говорю, что у нас там очередь и что мы все говорим, ну-ка, давайте вступайте. Нет, наоборот, порой в партию приходят люди, которые, ну, так, спонтанно, вот сегодня ему одно понравилось, завтра другое, нам таких не нужно людей. И пусть он сторонником будет, пожалуйста, но не обязательно членом партии. И когда люди приходят вот осознанно и подолгу с ними беседуешь... Вы сейчас как раз вернулись в такой встрече. Да, да, да. И у людей не просто критиканство, что это там плохо, они уже приходят с конкретными, а чтобы вот сделать интересного, как привлечь, за счет чего, чтобы увидели. Но и этим людям приходится объяснять, а почему не удалось. Вот мы выпустили по итогам работы в ЗАГС-собрании нашего фракции небольшую брошюрку с приведением протоколов. Голосование по, ну, наиболее важным вопросам, которые законопроектов, законов, которые большинства людей касаются. И там было очень ясно, за какие мы пытаемся законы выступить, что они крайне необходимы, да, и почему нам не удалось принять. Там поименно, попартийно все указано, кто как проголосовал. Ну, даже такой, я уже не беру политические вопросы. Я всегда говорила, что у нас у Министерства образования плохо с арифметикой. Дело в том, что объявили 11-летнее образование. В каком возрасте ребята заканчивают школу? 18. Ну, 18-й мне к концу учебного года. Многим исполняется 18 в начале 11-го класса, в ноябре. И когда, если это ребенок из многодетной семьи, семью порой теряет статус многодетный. Если малообеспеченный, его лишают всех пособий. Он уже взрослый. Когда мне кто-то цинично в ЗАГС собрании сказал, так пусть идут работать, это ответ на то, что если семья даже малообеспеченная стремится к тому, чтобы дать средний ассистат, чтобы, может быть, он вырвется, какой-то получит образование. А сейчас уже речь заходит о том, что и 12-летние надо вести. Вот когда бездомно принимаются вот такие законы, не всей цепочкой, а вот так вот выдергивая какой-то один факт. Поэтому надо смотреть и говорят, нужно больше встречаться с избирателями. Я всегда, когда начинала очередной год, со всеми письмами во все учреждения и организации на территории своего округа. Но тот же завод Лепсия, который Мамаев тогда мне проиграл на выборах, категорический запрет. Вот ни председатель завкома Мальцева, что не желает встречаться с вами председателем цеховых комитетов. Когда вы боролись с Мамаевым на одном участке. Ну это в 11-м, да, да, да. Вот такая обида. И кто допускает до таких коллективов? То есть это уже на совести руководителей. А избиратели считают, да что он там депутат, он его нигде не появляется. То есть вы сейчас говорите о том, что система требует кардинальных изменений вся. Конечно. И поэтому нужны новые люди. И выдвижение Павла Николаевича Грудинина, оно к партии в том числе вызвало большее доверие. То есть люди, да, как бы освежило понимание того, что есть КПРФ. И дай-ка мы сейчас подумаем, а не прийти ли сюда, не поддержать ли. Да, и в движении уже некоторые представители тоже обратились не только частные лица. И вы рассчитываете на второй тур? Ну, по крайней мере, программа минимум надо. Хотелось бы, да? Нет, то есть это не просто, что давайте поиграем, да, чтобы мы нового фигура без игр. Вот вопрос, кстати говоря, поиграем или нет? Нет, вполне конкретная задача. Серьезные намерения в ваших представлениях. То есть вы верите, что Зюганов в том числе это сделал абсолютно искренне, с расчетом на то, что что-то сможет измениться. Ну, вы сами сказали, какое количество кандидатов заявилось. Просто безумное какое-то количество. Огромное. А говорили, что выборы будут скучными, и у нас будет безальтернативный кандидат. Он, может быть, такой и есть, конечно. Огромное количество. Но из того количества кандидатов, которые заявились, вот вы посмотрели списки, они каждый день растут на самом деле. Вам кто-то еще нравится? Я всегда рассматриваю. Эта вот картинка, она, в общем-то, показывает, будем так говорить, срез на любых выборах. Когда идут люди, ну, вот ради того, чтобы, так сказать, выполняя задачу. Вот почему эти партийки появляются, там две, и коммунисты России, и политическая партия коммунисты России, и коммунистическая партия, значит, коммунисты России. Значит, казачья партия, там, каких-то КПСС, значит, которая аббревиатура дает. Ну, вот какой ответ? То есть Суракин вам не нравится, который заявился тоже. Ну, ребята, давайте честно работать, потому что, если ты грязь льешь на тех, и почитайте, в принципе, которыми мы, там, сказать, в партии. Мы же не вступаем в партию, там, Хрущева, Горбачева, там, или так далее. Мы вступаем в коммунистическую партию. Ну, с этим понятно. Это партии-спойлеры, которых вы называете спойлерами КПРФ. Ну, там же есть еще и Григорий Явлинский, пожалуйста, вам, да, известный нам давно Владимир Жириновский. Тоже столпы, там, своих партий, которые, вот, пошли по другому пути, не как Зюганов. Там есть, в конце концов, Ксения Собчак. Нравится вам, Ксения? Я не рассматриваю, вот, данные кандидатуры. Явлинский, которой у него тоже было время, когда, да, он какой-то пользовался, так сказать, ситуацией, но его 500 дней, я не знаю, наверное, уже некоторые и забыли. Пусть повернутся, посмотрят, так сказать, идеи фикс, которые у него были, да, и чем это все кончилось. То есть, все то, что, вот, вы назвали кандидатурой, ну, Жириновский, понимаете, вот здесь избирательность какая. Кто-то не понравился, кому-то не понравился возраст Зюганова, забывая о возрасте Жириновского. И кто за Жириновским? Партия, вот, назовите мне, пожалуйста, еще там активных хотя бы на центральном уровне, да, из этой партии. Около него тоже нет тех, кто способен как-то о себе заявить. Деньги, которые вот разбрасывают, раздают и так далее, и это прикорм, я бы так сказала, за счет каких средств? Вы имеете в виду вот эти вот поезда ЛДПР и так далее? И почему, посмотрите сами, Жириновскому дается такой кран-блан, что он без конца везде, как, так сказать, чертик из табакерки выскакивает, и выполняет свою функцию очень хорошо. И хорошо, наверное, за это получает. Другого не вижу. И те, кто сталкивался, по крайней мере, для себя, ну, признаться, что ты за эту партию голосовал, ну, лучше помолчать. То есть хорошо, из парламентских партий вы не видите никаких достойных кандидатов, а альтернативные? Ну, вот смотрите, а где справа Россы? Они слили свои голоса. Да, вот суть партии. Поэтому, если те сразу слились, да, то вот все эти, ну, там один назвал себя президентом Советского Союза, да, там тоже кандидаты, крановщицы там идут и так далее. Ну, давайте подумаем, может быть, да, там заявите себе, но заведомо зная, что это вариант, который... Все остальное несерьезно. И я считаю, если мы хотим действительно изменить ситуацию, вот мы говорим об объединении оппозиционных сил. Но они не объединились, Марина Сергеевна. Да, пока нет. Вот второй тур может, по крайней мере, ну, я не думаю, что из 35 там останется 20 или нет, скорее всего, может быть, это где-то в пределах десятки-полутора уже, так сказать, пробивные, да, пойдут. А вот по второму туру здесь ситуация может быть очень интересная. Марина Сазонтова, это ее особое мнение вы слушаете. Мы сейчас прервемся на полторы минуты, у нас реклама. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает первый секретарь Кировского горкома КПРФ, депутат УЗС 5-го созыва Марина Сазонтова. Мы закроем сейчас тему с выборами на сегодня, но, естественно, она продолжится, и каждый день мы здесь об этом будем говорить. Перейдем к нашим кировским или вятским делам, я не знаю, но вы видите сами, и уже сегодня даже об этом сказали, что снова возвращается вопрос о возвращении или переименовании названия Кирова в Вятку. И здесь сразу с нескольких сторон за последний месяц поступили сообщения. Во-первых, вятская епархия высказалась на эту тему и поддержала историческое, как многие называют, название Вятка, что его стоит вернуть. Кроме того, активные горожане организовались в группу, которая сейчас издаёт листовки, и они распространятся будут в ближайшее время. Как говорят, базовая информация для кировчан о том, что такое вятка и почему в Вятку следует переименовать Киров обратно. В частности, эти активные кировчане говорят, что возвращение исторического названия даст толчок новый к развитию нашего региона. О нас сразу все заговорят. Сюда снова потекут инвестиции или потекут впервые, я не знаю даже, как сказать теперь, как оценит наше развитие. И с точки зрения туристической привлекательности регион только выиграет. Ваши отношения к этому вопросу? Моё отношение, я уже предыдущие сказала, что всегда вот эти вопросы возникают в период каких-нибудь выборов. Так у нас каждый год выборы, Марина Сергеевна. Каждый год выборы вот здесь совпал, да, периодически. И когда говорят историческое название, ну, есть пример, если более около, я знаю, что свыше 300 лет у города было название Хлынов, да, почему же тогда только вятка? А ответ, так вот это не очень как-то благозвучно. Вот если это исторический подход, то, извините, наверное, действительно настоящие-то историки всё-таки будут рассуждать по-другому. То, что епархия подключилась, ну, я не отношусь ни к одной из конфессий. Могу сказать, что это всё-таки дело светского государства. Они могут высказать, но вмешиваться в дела светского-то государства уж давайте в своей епархии разбирайтесь, наверное, это будет ваше дело. Тем более, что она вятская. Да, это уже, так сказать, их право, не Хлыновская там или ещё какая-то. А то, что когда говорят, что в город, если переименовать потечёт, так вот, между прочим, надо взять исторические факты. После переименования в город Киров он получил статус как раз как административно-территориальной единицы. И сюда посмотрите, сколько промышленных предприятий. И война повлияла, Марина Сергеевна, а не переименование города. И не только статус, когда города, и здесь, да, появились, так сказать, и война, город стал промышленный, и во что он сейчас превращается. Вы против? Я против. А есть ли хоть один коммунист среди ваших знакомых и товарищей, кто за? Есть ли у вас такие? Ну, надо, наверное, если будет специальный опрос проводить, потому что я знаю, ко мне много беспартийных бывших коммунистов, вот это переименовали улицу Степана Халтурина, возмущались, что никто ведь их не спрашивал жильцов. Вот когда мы говорим о референдумах, у нас очень красиво производить опрос, а потом вдруг принимать решение, которое этому опросу не соответствовало. Или провести опрос среди тех, кто будет однозначно говорить, да, 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 я согласен, и не учесть мнение тех при проведении, например, тех же публичных слушаний, кто действительно отражает мнение большинства. Как вы считаете, вот эти инициативы, они исключительно только для будораживания народных масс, что называется, перед выборами, или все-таки это какая-то вот прям целенаправленная программа, и она может достичь своей цели? Вы знаете, с одной стороны, еще здесь есть момент, это выпуск пары. Вот на чего нужно, так сказать, недовольны, сколько там, 83%, если я не ошибаюсь, голосовали против переименования в 93-м, могу сейчас ошибиться, да, против переименования города. И вот когда где-то начинают, даже за столами вот праздничными или кто-то там начинает, такой сразу спор, то есть это то, что вызывает. Вот выплеск пара, зачем власть ругать, зачем? Давайте вот на это вот выплеснем свое недовольство. Одни тем, что не переименовывают, вторые тем, что собираются переименовывать. Тоже выпуск пара. Не нацеливание какой-то энергии на позитивное, на развитие экономики, там, промышленных предприятий, чтобы они все-таки работали. Почему слили вот этот Антей, который у нас, да? Алмаз Антей? Да. И, так сказать, там тоже причина, надо разбираться, с чего это вдруг были два разных предприятия, какие красивые, вдруг их тут же сливают. Это долгосрочная, долговидная политика, да? То есть переключение внимания, вы считаете, это исключительно? Это в том числе и переключение внимания, или вот перед выборами, чтобы, например, там провести референдум, может быть, действительно увеличить явку. А скажите, пожалуйста, вот сейчас, как я уже сказала, инициативная группа граждан, которая называется «Возрождение Вятки», разработала листовку для жителей города. Мы видим ее макет, она на сайте нашем тоже выложена в разделе новостей. Планируется напечатать 100 тысяч экземпляров. Будут ли какие-то действия предпринимать КПРФ или Кировское отделение в ответ на вот такие действия «Возрождение Вятки»? Ну, вы знаете, у каждых будет много таких обострений. Сегодня одно, завтра другое, там третье, да? И по каждому поводу. Мы свое отношение к этому уже выложили. И, наверное, могут свое отношение изложить и историки. А почему не Хлынов? А почему не Хлынов 300 с лишним лет, который носил город? Нет, я сейчас задаю другой вопрос. Тут конкретное действие. 100 тысяч листовок пойдут в почтовые ящики горожан. КПРФ молчать будет? Почему? У нас, наверное, информация все-таки будет при службе. Выскажите. На сайте. Официальная позиция. Официальная позиция. Если это мы увидим в своем ящике, так сказать, если дойдет до этого, да? Понятно. И за чей счет интересным будет Разновская? Сейчас сбор денежных средств. Краундфаундинг такой происходит. Это особое мнение первого секретаря Кировского горкома КПРФ, депутата УЗС 5-го Сазонова Марина Сазонтова. И еще один городской вопрос, который мы успеем с вами обсудить. Тем более, что вы, будучи депутатом УЗС, занимались этими вопросами. Я хочу вас спросить, поговорить с вами на мусорную тему, так называемую. Тем более, что она все более и более горячей становится. И не только потому, что давно пора закрывать старые полигоны мусорные, которые есть, а новые еще не построены. Но и потому, что согласно федеральной программе, мы в ближайшее время должны будем сортировать каким-то образом мусор. И в связи с этим изменятся тарифы на, собственно, вывоз мусора. И это скажется на нашем с вами кошельке. Вот ваше отношение к этой проблеме, как вы сейчас ее представляете? Есть ли она вообще проблема? Или мы движемся, в общем, наезженным таким цивилизованным путем? Да, у нас будет совершенно не цивилизованное. Когда только в первые буквальном месяце я стала депутатом законодательного собрания, Щерчков тогда возглавлял комиссию по природопользованию, которую у нас приглашали на совещание, точнее, у нас в своей комиссии комитет был по природопользованию. И не по каким-то своим представлениям. Вот опять же, польский вариант, город Седлица, 80 тысяч населения. Вспоминая парогазовую установку, против которой у нас очень активно такие политические деятели шумели, что весь город залой там засыплют и так далее. Хотя парогазовая, по моим познаниям физики, это физически невозможно. Так вот, парогазовая установка была сооружена в Седлицах. И этот город был, как мы приезжали туда, по экологически чистому месту, первое место в Польше. Второй вопрос, который тоже тогда же интересовал, я была депутатом городской думы, два созыва. И тогда меня очень заинтересовало, что как же у них с утилизацией мусора. Они говорят, да какие проблемы, это вот средний бизнес, там мало или нет, они приобретают установку по утилизации того или иного вида. Город, я еще раз повторяю, 80 тысяч. Они решили эту проблему по утилизации своих отходов, по переработке, маленькие заводы. И вот когда Щерчков проводил, я говорю, а почему у нас? Он тогда сказал, что это невыгодно, это вообще очень затратно, мы этим заниматься не будем. Ну, было это там в 11-м, в 12-м, 5 лет, может 6 назад. С одной стороны, вроде бы успокоения шли, разработка московских и так далее, целая наука привлечена к разработке этой логистики, куда повезут, где это, что будет, где это все. То есть не нашлось, и когда мне сегодня сообщают, что из Кирова-Чепецка мусор возят в Зуевку, на полигон, я говорю, ну это же, представляете, расстояние, какой золотой мусор становится. И мне сообщают, так это же выгодно, потому что это муниципалитет будет оплачивать, а не те, кто возят. Вот когда все с ног на голову поставлено, когда затянуто уже до критической ситуации, то у нас Костина уже все, он переполнен, и он работает у нас уже, потому что дальше некуда. Я считаю, что в нашей области не найти места для полигона, это уже, как сказать, знаете, вариант, туда можно долго и много опять свозить, когда очередной он переполнен будет, и что-то опять там рванет или загорется. Да, место-то нашли. Ну, в Асинках, которые, да, пытаются, но там вопросов тоже много от действительно как бы экологических сомнений, что там подземное, там есть то, что в створе, аэродром находится. Вот этот вопрос. Да. Смотреть документацию. И третий, да, и третий. Знаете, когда мне показывали по полигону в Советске, я, к сожалению, под тоже как бы авторитетные, так сказать, специалисты и все убеждали, что все там законно и все там хорошо, я поставила свою подпись. Я не могла ее отозвать после того, когда государственная экспертиза отозвала. Во-первых, там полигон в 500 метрах от того места, где он как бы действительно, о том, что там известняк, который пропускает все это, а не глинистые, так сказать, слои. У нас полминуты остается с Мариной Сергеевной. Поэтому вопрос уже пожарным в авральном варианте. Но решать-то его за чей счет должны власти и мы с вами. Но я считаю, что виновата власти, я думаю, что надо это решать за счет денег бюджета. Бюджет, потому что, а иначе, если инвесторы придут, у нас уже этот план по размещению логистики, он был давно создан, где эти инвесторы? Если нет, значит, нужно решать, как сейчас говорят, что нужно муниципальные снова по эвакуации машин, которые не убирают. Что это выгодно все-таки муниципальному предприятию, нежели чем государственное, частное партнерство. То есть вы считаете, что муниципалитеты сами могут справиться и на этом деньги зарабатывают на вывезе мусора? Должны. Должны научиться это делать. И город седлится 80 тысяч населения. Это практически наши города, которые есть. И можно привлечь на этом делать бизнес. А ну сами вы говорите, что там частный бизнес работает, а не муниципалитет. Нет, ситуация, которая сейчас у нас возникла с обустройством или полигонов, к нам инвесторы пока не идут. Они не видят, что на этом можно заработать. Если мы покажем, посмотрите наши контейнеры, которые пластик или нет, они там месяцем, наверное, больше месяца не убираются, и все уже складируется. Когда мы призываем, складывайте вот это отдельно. То есть на всех уровнях не до выполнения обязательств. Власти не дорабатывают, вы считаете. Полностью их вина. Да. Понятно, время нашей программы подошло к концу. Это было особое мнение Марины Сазонтовой. У микрофона работала Светлана Занько. До свидания. Всего доброго.